Многие пишут, что у меня очень много на канале Сипа в последнее время. Скажу вам так, что опять же те из вас, кто смотрит меня давно, они как бы эту тему знают. Для чего создан канал и каким образом я снимаю сюжеты. Канал создан, чтобы снять видео ответы на вопросы, которые возникают в настоящее время в загородном домостроении. И изначально стояла цель снять сериалы на все технологии строительства домов. Что собственно и было сделано практически по всем технологиям я снял сериалы. Про клеенный брус, про двойной брус, про газобетон, про каркас. Про сруб. В общем, что у нас там еще было-то. Дюресол. До каких-то технологий не добрались. Обязательно про них снимем сериалы. Чтобы так сказать, мы знали и видели. И могли посмотреть в любой момент времени, как строится дом по любой технологии. Я этот блок информационный закрыл. Теперь настал блок отдельных частей, отдельных материалов и технологий. Из которых состоит загородное домостроение. Это отделки, утеплители, инженерка и так далее. И каждое видео, оно закрывает какую-то тему. И мы ее закрываем. Формируем свою такую видео энциклопезию. И вот получилось так, что появилась возможность и доступ к СИП-объектам. Плюс много СИПа мы использовали на своих объектах. И я эту тему закрывал, потому что она буквально шла в руки. И фактически тема СИПа вдоль и поперек закрыта. Все там понятно. Села на морозе видеокамера. Кстати, вы знали, что камеры, фотоаппараты, на которые снимаются видео в зимних условиях, многие из них вообще не работают. Sony, например, до минус 10, в минус 10 вообще не включается. Вот эти всеми любимые крутые Sony. Там А7С, А7Р. Ну да ладно, это технические особенности съемок видеосюжетов. По СИПу будут еще сюжеты. Буквально, наверное, завтра выйдет сюжет про СИП-крышу на кирпичном доме. Вот тот кирпичный дом, который мы строили. Там мы сделали СИП-крышу. В сюжете я расскажу почему. Заказчик выбрал крышу, посмотрел сюжеты по СИПу и осознанно сделал свой выбор. Именно для этого я и снимаю видео, чтобы люди могли посмотреть видео по различным технологиям и сделали осознанный выбор. Не просто навязанный рекламой, а именно осознанный. И еще по СИПу будет сюжет про коридор между двумя зданиями. В общем, СИП хорошо использовать в определенных ситуациях. В СИП-технологии есть свои как плюсы, так и минусы. Поэтому там, где СИП использовать рационально, и это наилучшее решение, там мы используем СИП. Там, где использовать его не нужно, использовать не нужно. В общем, я выступаю за то, чтобы технология имела, чтобы технологию, любую технологию использовали только в тех ситуациях, где она проявляется наилучшим образом. Я не женюсь ни на какой-то технологии, ни на каком-то материале. Мне абсолютно вообще все равно. Придумали бы вообще один материал, универсальный на все случаи жизни. Было бы просто счастье. А так приходится разбираться в нюансах каждого материала, потому что идеального материала не существует. В общем, друзья, по СИПу вышло много сюжетов. И мы тему СИПа практически закрыли полностью, чтобы к ней не возвращаться, а уже, если нам нужно, использовать там, где СИП себя проявляет наилучшим образом. Кстати, многие пишут мне вопрос, в чем все-таки СИП лучше, чем каркасник. И я такое видео запишу, скажу свое мнение, в чем СИП лучше, чем каркасник. И в тех ситуациях, где это действительно так, лучше использовать СИП. Есть ситуации, когда каркас лучше, чем СИП, и СИП лучше не использовать. В общем, в видео, чем СИП лучше каркасника, я расскажу плюсы-минусы СИПа по отношению к каркаснику. В общем, друзья, на канале... В общем, я еще много каких материалов и технологий не рассказал. И если будет такая возможность про какой-то материал сразу закрыть тему, целиком про этот материал, и для этого потребуется снять много сюжетов, и их придется выкладывать друг за другом, да, на канале появится много видео друг за другом по какой-то теме. Это не значит, что я прямо влюбился в эту тему, ее активно продвигаю. Нет. В своих видео я не повторяюсь. Моя задача рассказать обо всех технологиях. Ну, а потом, наверное, будем просто снимать и показывать, как люди строят дома. У нас впереди уже много планов. У нас есть утеплители, про которые мы вообще ничего не рассказывали. Это полностью базальтовый утеплитель. Это минвата, стекловата, потом про пенопсикло мы ничего не говорили. Остались технологии, о которых мы вообще еще ничего не сказали. Это велокс, это керамзитобетон. Это... По срубам очень много материалов готовится. Там есть... То есть я вам рассказал про канадскую рубку. А есть постенбим, есть бриллиантовая рубка. В общем, есть различные виды рубок. И впереди нас ждет сюжеты об этих всех видах рубок. Уже имеются объекты, точнее, есть клиенты, для которых это будет делаться, рубиться. И я вам это все покажу. В общем, друзья, на канале будут выходить по какой-то технологии, по каким-то материалам, друг за дружкой, много видео. Это не значит, что я прям вот активно двигаю эту технологию. Нет, просто есть возможность об этом снимать. И я об этом снимаю. Все, друзья, на сегодня это все. Пишите свои вопросы в комментариях. Будьте умными на зло всем бракоделам. И не забудьте кинуть в комментарии информацию по поводу пенопуэритана. Потому что сейчас стоит вопрос именно на эту тему. Ну, а завтра будет сюжет про СИП-крышу на кирпичном доме. Пока, друзья. СИП-крышу на кирпичном доме.